МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими только эпитетами не награждают синдром приобретенного иммунного дефицита, проще говоря, СПИД. Менее чем за 40 лет этот недуг уничтожил миллионы жизней. К сожалению, проблема СПИДа сейчас очень остро стоит и в России. Так, по расчетам международной организации ЮНЕЙТС, в нашей стране уже более полутора миллионов ВИЧ-инфицированных, а по показателю заболеваемости в Российской Федерации Челябинская область находится на пятом месте. Сталкивался ли со СПИДом кто-то из ваших близких? Вот вопрос, который мы сегодня задаем нашим телезрителям. Если да, то какова была ваша реакция? Как, по-вашему, можно решить эту проблему? Заходите в нашу группу ВКонтакте специально. Там устроено по этой теме голосование. Пишите комментарии. Сейчас давайте посмотрим новостной дайджест хроника важных городских событий от моих коллег. Добровольно, без последствий и за деньги. Именно на таких условиях граждане могут сдать в полицию незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. На эти цели губернаторам области в 2018 году выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Желающих избежать уголовной ответственности и получить вознаграждение ждут в отделениях по месту жительства. У горожан осталось чуть больше недели, чтобы внести свои варианты об устройство парков и скверов. В городской и районных администрациях размещены специальные урны для сброса предложений. Своё мнение также можно оставить на официальном сайте Магнитогорска в разделе «Активный город». Сбор предложений завершится 9 февраля. Хрустальное перо «Пеликана» в руках элиты в Магнитогорске назвали имена победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года». Лучшим педагогом дошкольного образования стала воспитатель детского сада номер 21 Светлана Кузьмина. Самый успешный педагогический дебют состоялся у учителя начальных классов школы номер 5 Маргариты Твилиниевой. За классное руководство наградили учителя иностранных языков 63-й школы Анастасию Черепкину. Хрустальное перо в номинации «Учитель школы» у Ирины Смяткиной. Она преподает историю и общество знания в многопрофильном лицее номер 1. Десятилетний юбилей отметил Магнитогорский пилитехнический колледж. Он был создан в результате реорганизации четырех учреждений начального профессионального образования. На сегодняшний день это учебное заведение отвечает самым высоким стандартам, а успехи его студентов и педагогов известны далеко за пределами Уральского региона. В честь юбилея в Театре оперы и балета состоялся праздничный вечер. И у нас в гостях Лилия Дегтярева, руководитель городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот знаете, готовясь к сегодняшнему эфиру, я неожиданно для себя натолкнулся на такое явление, как ВИЧ-диссидентство. То есть, поясню тебе зрителям, люди, входящие в это движение, ну, назовем это движением, условно говоря, отрицают сам факт существования СПИДа и ВИЧ-инфекции. Между тем, из-за таких вот любителей конспирологии ежегодно погибает много людей, в том числе и дети. На самом деле, всех их можно было бы спасти. Скажите, вы сталкиваетесь вообще с подобным явлением, насколько распространено это в магнитке? Ну, я могу сказать, что, к сожалению, мы сталкиваемся с этим явлением и у себя в городе. И, вне всякого сомнения, убеждения СПИД-диссидентов, они противоречат всем открытиям науки на сегодняшний день современной. Поэтому самое печальное в этой ситуации то, что люди вот в результате этих убеждений уходят из жизни, не своевременно, не используя шансы свои на то, чтобы жить дальше, продолжать. Ведь ВИЧ-инфекция на сегодняшний день – это хроническое заболевание, которое можно контролировать препаратами. Ну, то есть, их доводы, на самом деле, антинаучные, тут сомнения даже никакого нет. Вне всякого сомнения. Для меня это так. Ну, вот основные доводы какие-то можете привести, почему это антинаучно? Ну, во-первых, вирус был открыт, имеются фотосъемки этого вируса, имеются истории успеха лечения. На сегодняшний день именно благодаря терапии остановлена эпидемия в Европе. Мы видим, что на 15% снизилась заболеваемость и смертность в связи с тем, что начали активно лечить ВИЧ-инфекцию во всем мире. Вот сегодня как раз государственная стратегия направлена на то, чтобы больше 60% больных с ВИЧ-инфекцией охватить антиретровирусной терапией, специфической терапией. Да и у себя в городе мы видим, что более полутора тысяч лечащихся, они на сегодняшний день живут, имеют здоровых детей и ведут активный образ жизни, трудоспособны. Ну, о терапии мы еще поговорим чуть позже. Но вот говоря о темпах распространения СПИДа в России, многие употребляют такой термин, как эпидемия. Действительно это эпидемия? Настолько все страшно? Ну, говорить об эпидемии мы, наверное, можем. Это термин, который подчеркивает широкое распространение заболеваний. Ну, если говорить о масштабе нашего города, то 4 тысячи с лишним у нас живущих с ВИЧ-инфекцией в городе, а это практически 1 или более процентов населения. И считается, что генерализация заболеваний происходит, если больше 1% поражено какого-то определенной группы населения. Ну, а тут мы говорим о всем населении города. Поэтому, конечно, можно этот термин использовать относительно нашего города. У нас как раз-таки есть сюжет о том, насколько актуальна проблема СПИДа в Магнитогорске. Моя коллега Юлия Никифорова посетила ваш центр. Давайте посмотрим сюжет. Заходите в нашу группу ВКонтакте, голосуйте, пишите комментарии. По данным Магнитогорского центра профилактики и борьбы со СПИДом на январь этого года, официально в нашем городе проживает 4169 человек с ВИЧ-инфекцией. Среди них есть и дети, и люди преклонного возраста. Самому старшему ВИЧ-инфицированному магнитогорцу 83 года. Но большинство носителей вируса – молодое трудоспособное население. ВИЧ-инфекции на сегодняшний день подвержены как раз лицам репродуктивного и активного трудоспособного возраста. Вот из тех случаев, которые мы выявили в 2017 году, более 70% – это лица в возрасте от 25 до 45 лет. Вновь выявленные случаи заражения связаны именно в большем числе случаев с незащищенными половыми контактами. Больше 60% инфицировалось через незащищенные половые контакты. Медики регистрируют в Магнитогорске все три основных способа передачи ВИЧ. От матери к ребенку, при внутривенном употреблении наркотиков и половой, который превалирует уже не первый год. Я был донором. В 2002 году обнаружили. Я, в принципе, еще спортом занимался на тот момент, поэтому у меня не было ничего такого. Я, конечно, испугался, то, что обнаружили. Потому что наркотики я не употреблял вообще далеко от этого. Половым путем. Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются медики Центра СПИД, это пренебрежение лечением со стороны самих ВИЧ-инфицированных. Лечатся не все. Хотя государство бесплатно обеспечивает человека с ВИЧ всеми необходимыми противовирусными препаратами. Проблем с лекарствами нет. Сколько нас только и раздадим. Да, мы обеспечиваем всех нуждающихся, перебоя, нет поставок. То есть пациенты у нас это лечение добровольное. То есть они приходят, получают здесь у нас в Центре СПИДа. Здоровье человека с ВИЧ без профилактического лечения рано или поздно дают сбои. В инфекционном отделении номер 3 первой городской больницы ежегодно проходит лечение 300-400 таких пациентов с тяжелыми воспалительными заболеваниями на фоне ВИЧ. Причем не только магнитогорцы, но и жители 9 сельских районов. Я работаю в этом отделении с самого основания. 20 лет нам исполняется нашему отделению. 11 февраля исполняется 20 лет. Многие пациенты у нас не по разу, а по десятке раз пролежали. Мы их очень хорошо знаем, узнаем их судьбу, как они лечились. Иногда они поступают с какими-то нетяжелой патологией, допустим, даже на терапии всякое бывает. Мы все равно им очень рады, лечим их, оказываем помощь. Они у нас сюда приходят, некоторые даже в Центр СПИДа приходят, к нам заходят, здороваются с нами, как наши родные родственники. В стационаре, где лечатся ВИЧ-инфицированные и в самом спеццентре, за два десятилетия действительно собрался коллектив специалистов, понимающих проблемы своих пациентов и всегда готовых прийти им на помощь. Вопрос к вам к пациенту. Как здесь медики, как относятся к пациентам в Центре СПИД? Вот ваше мнение. В стационаре, в Центре СПИД на приеме? Я скажу даже больше, мне даже сюда, скорее всего, в первую очередь хочется пойти, чем в обычную палату, в обычный стационар. Здесь от нас относятся к нам с пониманием положительно, то есть нет такого, чтобы как-то косо смотрели. Медики напоминают горожанам, что пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию можно в любой городской поликлинике, больничном стационаре, а также здесь, в спеццентре, расположенном в первой городской больнице. Ваше здоровье в Ваших руках. Вот скажите, вообще, насколько комфортной может быть жизнь человека с ВИЧ-инфекцией, ну и, естественно, при терапии? Надо сказать о том, что надо помочь человеку сделать эту жизнь комфортной с терапией. И вот для этого работает служба, целая служба СПИДа в нашем городе. В нашем городе работа поставлена таким образом, что пациентам с ВИЧ-инфекцией, которые нуждаются в лечении, по показаниям, по клиническим, по лабораторным, специалисты помогают включить ежедневный прием препаратов, пожизненный прием препаратов в свою жизненную схему. То есть человек просто понимает, что он имеет возможность полностью контролировать заболевание за счет того, что в удобное для него время принимает ежедневно препараты. То есть ежедневно принимает препараты? Ежедневно принимает препараты с учетом того, как он работает с рабочим графиком, жизненным графиком и так далее. И, в принципе, адаптируется к этой схеме достаточно быстро благодаря нашей команде специалистов. И его жизнь становится достаточно комфортной. А во сколько вообще обходится государство содержание одного ВИЧ-инфицированного? Ну, по разным подсчетам, есть разные цифры. Но, учитывая, что на сегодняшний день государство делает все, чтобы снизить стоимость на эти препараты, и как можно больше людей с ВИЧ-инфекцией охватить терапией, то это небольшие на сегодняшний день суммы, доступные от 25 тысяч в год до где-то полумиллиона в год. В зависимости от того... Разбег большой. Разбег очень большой. Да, это зависит от того, в какой стадии больной находится и как долго он принимает препараты. Да, вот такая щекотливая тема. Дети ВИЧ-инфицированные. Вообще, сколько их у нас в Магнитогорске? С чем это связано? Ну, то есть они были рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, да? Да, я хочу напомнить телезрителям о том, что существует только три основных пути передачи ВИЧ-инфекции. Это, прежде всего, через кровь или, как правило, это инъекционное потребление наркотиков, это незащищенные половые контакты, это то, что касается поведения взрослого населения. А вот что касается третьего пути, это передача ВИЧ-инфекции от больной ВИЧ-инфекции матери ребенку, то это третий основной путь. Женщина, которая ВИЧ-инфицирована, она может передать вирус во время вынашивания, во время родов, либо во время грудного вскармливания, и об этом женщины репродуктивного возраста, планирующие беременность, должны обязательно знать. И знать статус ВИЧ-инфекции своего партнера полового, знать свой ВИЧ-статус, прежде чем начать планировать семью или рождение ребенка. Но вот такие дети, да, к сожалению, они есть у нас в городе, такие случаи реализации вот этого третьего пути передачи ВИЧ от матери к ребенку. Почти 1800 родов у нас прошло у женщин с ВИЧ-инфекцией. Это за какое время? Это за все 20 лет эпидемии. Надо сказать, что 2017 год стал 2020 годом, как только мы начали регистрировать случай ВИЧ-инфекции в Магнитогорске. Вот за это время у нас заболело где-то 3% детей от тех, кто родился. Это около 70 детей. Но на сегодняшний день все дети получают терапию, и, в общем-то, на поддерживающем лечении чувствуют себя хорошо. И если родители выполняют все назначения врачебные, то дети живут и развиваются. А если вот у мамы есть, соответственно, ВИЧ-инфекция, не обязательно же, что ее ребенок тоже получит эту ВИЧ-инфекцию, если она будет какую-то терапию проходить? Совершенно верно. Вот здесь как раз комплекс профилактики позволяет нам успешно предупреждать переход вируса от матери к ребенку, получение ребенком этого вируса. Вот это самый успешный на сегодняшний день научный факт, что за счет антиретровирусной терапии мы можем профилактировать заболевания у детей. И вот в Магнитогорске вот этот вот процент передачи у нас небольшой, это 3%. В принципе, мы стремимся к тому, чтобы вообще не было детей зараженных. Это есть такая возможность за счет той же антиретровирусной терапии. Это три этапа профилактики, когда женщина во время беременности принимает терапию под контролем врача по его назначению в родильном доме, и ребенок в первый месяц своей жизни тоже принимает эту терапию. И вот это позволяет остаться ребенку здоровым. Смотрите, а женщине нужно начинать принимать препараты? Во время беременности. Во время беременности с какого именно срока? Желательно, чтобы это было после 14 недель беременности. Здесь поэтому нужен контроль не только наших специалистов, но и акушерогинеколога. То есть вместе комплексно идет наблюдение за такой женщиной у нас, как правило, в городе. Важно, чтобы женщина наблюдалась у специалистов и по беременности, и по поводу ВИЧ-инфекции. А сколько вообще несовершеннолетних в Магнитогорске живет с ВИЧ-инфекцией? Ну, если брать детей, которые рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, то 64 у нас сегодня ребенка до 18 лет. Мы говорим, что дети до 18. И вот из них 4 есть подростка. Те, которые инфицировались не от мамы, а именно через половые контакты или употребление наркотиков. Вот четверо таких подростков мы имеем у тебя в городе. А бывают же такие ситуации, когда, например, в семейной жизни у мужа или у жены есть ВИЧ-инфекции, соответственно, у партнера нет ВИЧ-инфекции. Да, как их строится вообще семейная жизнь? Да, такие пары мы называем дискордантными. И когда один из партнеров инфицирован, другой нет. Но в данной ситуации, если люди ВИЧ-инфицированные наблюдаются в спеццентре, то мы также, наша команда, занимается профилактическим консультированием. Мы мотивируем людей на защиту при контактах, при сексуальных контактах. Я хочу сказать, что, как правило, даже если один из партнеров узнает, будучи в полноценной семье, что один и другой партнер инфицирован, семья сохраняется. И вот здесь, конечно, и под спорь наших специалистов. То есть мы профилактируем дальнейшую совместную их жизнь и стараемся объяснить все риски, которые несет здоровый партнер, те риски, которые может представлять из себя больной партнер. И вот здесь как раз наша информация, она бесценна, жизненно важна для другого партнера. То есть оба партнера должны наблюдаться? Таких пар много. Их достаточно много. У нас нет конкретных цифр. Но я вам хочу сказать, что есть такие, конечно, пары, есть такие семьи. А вообще, как чаще всего выявляется ВИЧ-инфекция? При каких обстоятельствах это происходит? Ну, в большинстве случаев выявляют ВИЧ-инфекции медицинские работники города, в медицинских организациях. Когда больной ложится в стационар, и у него есть симптомы, не исключающие ВИЧ-инфекцию. Тогда врач предлагает больному добровольно пройти тест на ВИЧ. Вот здесь очень важно, чтобы каждый пациент, которому предлагают пройти тест на ВИЧ, при подписании информированного согласия, внимательно читал эту информацию. Вот в этой информации как раз очень ценное сведение о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, что такое отрицательный тест на ВИЧ, что такое положительный тест на ВИЧ. То есть, когда мы тестируем любого пациента или любого гражданина, кто желает, тут важен даже не сам факт сдачи крови, а важна та информация, которую он при этом получает для себя, профилактическая. И важно то, что он в этот момент может оценить свои риски, свои риски возможности заражения ВИЧ-инфекцией. И, как правило, вот уже во время заболевания выявляется ВИЧ-инфекция, мы стремимся к тому, чтобы наиболее рано выявить заболевание. И поэтому стратегия государства, которая была разработана и принята в 2016 году, как раз нацелена на то, чтобы как можно больше в добровольном порядке люди обращались в медицинские организации и сдавали тест на ВИЧ, чтобы знали свой тест на ВИЧ, для того, чтобы на ранних стадиях выявили ВИЧ-инфекцию, когда терапия эффективно работает, потому что позднее начало лечения, оно малоэффективно, и поэтому вот здесь очень важно. Ну, смотрите, вот ВИЧ-инфекция, она же очень коварна, не всегда же ее могут выявить анализы, да, собственно говоря, не всегда же может, тест не всегда может выявить наличие ВИЧ-инфекции. Совершенно верно. Вот именно для этого важно не просто сдать кровь, а еще понять эту, принять для себя эту информацию, усвоить ее, и вот как раз так же, как вы сейчас обращаете на это внимание, обратить внимание на то, что если у человека, который сдает тест на ВИЧ, были какие-то практики рискованные, да, когда он мог получить этот вирус, не один раз сдать тест, а по рекомендации врача или специалиста-консультанта пройти этот тест повторно, чтобы исключить для себя заражение, а в дальнейшем и заражение своего партнера. А насколько долго ВИЧ-инфекция может затаиться в организме, скажем так? Да, вот этот период, который мы называем серонегативным окном, он в большинстве случаев, в 90% случаев, длится до трех месяцев. И считается, что сдать тест на ВИЧ, если был рискованный контакт, нужно. Нужно обязательно в момент того, когда вы поняли, что, возможно, может наступить заражение обязательно. И дальше уже наблюдаться у специалистов и сдавать тест неоднократно, через 3, через 6, 12 месяцев. То есть вот такие меры, они помогут полностью исключить риски заражения, связанные с каким-то контактом. Ну, прозвучало 3 месяца, а насколько максимально долго вообще? Вот максимально долгий такой период, когда антитела вырабатываются в организме человека, это 12 месяцев. Но это научный факт, и есть меры, которые мы предлагаем такому пациенту, имеющий рискованный контакт, еще через 12 месяцев пройти тест на ВИЧ. Да, вот у нас в городе есть центр СПИД, который проводит, в том числе, массовые тестирования на ВИЧ с выездом в трудовые коллективы. И вот давайте посмотрим сюжет о том, как проходили эту проверку сотрудники Горторга. Заходите в нашу группу ВКонтакте, голосуйте, пишите комментарии. Ждем. Одними из первых в Магнитогорске выездную команду специалистов центра СПИД пригласили к себе работники муниципального предприятия Горторг. Инициатором массового обследования сотрудников на ВИЧ-инфекцию стала директор предприятия Любовь Скляр. По словам Любови Вениаминовны, трудовой коллектив предприятия, которое кормит магнитогорских детей, должен быть образцом в плане профилактики заболеваемости и заботы о здоровье сотрудников. Помимо самого тестирования на ВИЧ-инфекцию, специалисты спеццентра провели лекцию, в которой рассказали о путях передачи коварного вируса, способах обследования и лечения заболевания, ответили на многочисленные вопросы сотрудников Горторга. «Пользуясь, что у нас в городе все это можно выслушать бесплатно, можно сразу сдать тест-анализ, я думаю, что руководители всех предприятий должны задуматься об этом и предоставить возможности для работников своих. Вы не представляете, сколько было вопросов, вы не представляете, какая активность у людей, очередь создалась на сдачу крови. То есть люди заботятся о своем здоровье, нужно просто помочь им создать условия». Для экспресс-тестирования человека на ВИЧ-инфекцию кровь берется из пальца. Результат становится известен в течение 10-15 минут. При желании человека обследоваться можно анонимно, не называя фамилию. Специалисты Магнитогорского центра СПИД приглашают к сотрудничеству все без исключения трудовые коллективы городских предприятий и организаций. «Мы открыты к тому, чтобы сотрудничать со всеми организациями, для того, чтобы провести тестирование и консультирование непосредственно здесь, на рабочих местах, чтобы люди на месте, не выезжая в больницу, смогли пройти и тестирование, и получить объективную информацию по поводу ВИЧ-инфекции». Напоминаем горожанам, Магнитогорский центр СПИД работает на базе первой городской больницы и открыт для всех пациентов Юго-Челябинской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что греха таить, отношение общества на сегодняшний день к ВИЧ-инфекции неоднозначное. Поэтому это личное желание человека открыть свой диагноз тому или иному другу, сотруднику, где он работает, начальнику и так далее. Какая последует за этим реакция, она может быть самая разная. Ну, а рассказывать о ней не обязательно. Да, по закону, в общем-то, ВИЧ-инфицированный человек не должен никого ставить в известность о своем заболевании. Тем более, если он хороший специалист, замечательный сотрудник. А самые распространенные предрассудки о ВИЧ-инфекции, которые встречаются, да, и вообще, насколько человеку с ВИЧ-инфекцией тяжело живется? Ну, непонимание, с непониманием там сталкивается, например. Ну, я хочу начать с того, что чаще всего, конечно, это страхи, это фобии относительно того, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться через бытовой контакт. Особенно часто такие вопросы задаются людям, которые попадают в семью, где живет ВИЧ-инфицированный. Или это взрослые родители, или это, напротив, дети, которые уже понимают о том, что их родители инфицированы. Поэтому здесь, конечно, нужно помнить о том, что через бытовые контакты, через дверные ручки, полотенца, посуду, пищевые продукты, вирус никак не передается. Больше того, можно сохранять нежные и близкие отношения, и объятия, и поцелуи, они безопасны относительно контактов с ВИЧ-инфицированными. Поэтому это самый большой, наверное, такой предрассудок о том, что ВИЧ можно заболеть каким-то другим путем, кроме тех трех, о которых я уже говорила. Ну и есть еще момент в наших вопросах, когда мы опрашиваем население, у нас звучит «через кровососущих насекомых». И очень часто, кстати, молодежь отвечает положительно или не знают. Так вот, хочу сказать, что через кровососущих насекомых вирус ВИЧ не передается. То есть комарик укусил, ничего страшного не произойдет. Да, очевидно, на самом деле. Ну, со взрослыми, ладно, поняли. Вот в случае даже у нас, собственно говоря, был такой, звонила горожанка, жаловалась на то, что в классе, куда ходит ее ребенок, есть ребенок, у которого ВИЧ-инфекция. И она просила о том, чтобы, соответственно, этого ребенка как-то выгнали из класса, не знаю, из школы. Такое вообще бывает? Такие случаи, они часто доводятся с ними сталкиваться? Ну, конечно, за 20 лет регистрации ВИЧ-инфекции были разные случаи, разные ситуации. И опять же, это говорит о том, что малоинформированное население, вот эти страхи, они, конечно, связаны с низким информированием и с недостатком понимания и знаний у наших горожан. Поэтому не следует уходить от этой проблемы. Нужно просто четко понимать и знать, как происходит заражение, как предупредить это заражение. Поэтому, вне всякого сомнения, люди, которые таким ведут образом себя, они только загоняют ВИЧ-инфицированных в закрытое такое пространство. Люди, естественно, после этого не хотят открываться, не хотят говорить о своем заболевании. Тем самым, вот, сдерживается профилактика в России благодаря вот такому отношению со стороны населения. Но отношение начинает меняться все-таки, наверное, в лучшую сторону сейчас, да? Очень хотелось бы в это верить. Есть же какая-то динамика положительная по 2017 году, вы говорите? Ну, наверное, есть. Я хочу сказать, что мы в своих анкетах задаем несколько вопросов населению о том, как бы изменилось их отношение, если бы их близкий или друг инфицировался. То количество ответов, которые бы говорили о принятии такой ситуации, оно немножко растет, но, конечно, оно не 100, не 90, и даже не 50%. Смотрите, как вы не знали об этом, о том, какое голосование мы запустили в нашей группе ВКонтакте, как раз-таки именно такое голосование мы и запустили. Как бы вы отреагировали, если бы кто-то из ваших знакомых или близких оказался ВИЧ-инфицированным? Вариант ответов. Значит, 11%, всего 11% набрал вариант ответа, прекратил бы всякое общение с этим человеком. 20% ответили, что стал бы всячески помогать и поддерживать этого человека. Подавляющее большинство, 60%, ответили, что мое отношение никак бы не изменилось. Ну и 9% ответили, что СПИДа не существует, это часть мирового заговора. Если честно, когда я этот опрос писал, не думал, что вообще кто-то таким образом ответит. Ну, не знаю, может быть, такое вот мнение существует. Ну, 60%, собственно говоря, подавляющее большинство не может, наверное, и не радовать. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вот эта ситуация со СПИДом, которая сейчас есть, начала меняться? То есть, чтобы меньше происходило заражений. Что нужно сделать? Ну, мы, как мы уже сказали, что это все-таки болезнь поведения. И на сегодняшний день для того, чтобы человек задумался над своим поведением, представляет ли оно для него опасность в плане заражения ВИЧ-инфекцией, нужно информировать население. Ну, опять же, если говорить о поведении, то мы можем говорить об ответственности, да, которую несет каждый человек за свое здоровье. Ну, начнем с подростков, да. Собственно говоря, подростки еще такие люди, которым, наверное, стоит говорить о том, что ранний сексуальный дебют может привести к ранней встрече с ВИЧ-инфекцией. Поэтому вот здесь, вот относительно этой группы населения, как, значит, малолетние подростки, это, в общем-то, отсрочка вот этого вот раннего сексуального дебюта, который может профилактировать заболевание. А сексуальное воспитание в школах, как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь положительно. Значит, ну, очень деликатная тема, о которой следует говорить. Следует говорить, и разные подходы существуют. И мы на сегодняшний день, как правило, заходим в школы с профилактическими программами, которые влекут за собой развитие семейных ценностей и здорового образа жизни. То есть это увлеченность детей какими-то там секциями и так далее. То есть дети должны быть, с одной стороны, осведомлены о состоянии своего здоровья, о своем организме, понимать, что такое, значит, организм, как происходит заражение теми или иными вирусами. В том числе, ненавязчиво доносить эту информацию о ВИЧ-инфекции. Я считаю, что нужно все-таки просвещать детей. Когда нужно начинать сексуальное воспитание? Сексуальное воспитание, я считаю, лучше всего начинать в домашних условиях. И первую информацию должен все-таки ребенок узнать о своих родителях, от своих родителей. Поскольку лет? Для девочки, для мальчиков? Да, если родители захотят, они могут найти способы доведения вот этой информации о профилактике ВИЧ-инфекции до своих детей. Но я думаю, что это уже и 9, и 10, и как-то рассказывать об этом следует без каких-то определенных акцентов. Но просто говорить в плане информации. А взрослее ребенок и сам из средств массовой информации, из различных мероприятий будет понимать, о чем идет речь. Верстников, в секции, в той же самой. Да, в том числе. Что касается семейных ценностей, это, вне всякого сомнения, важно. Поскольку именно верность, именно воздержание, именно наличие одного полового партнера, это тоже один из факторов профилактирующих все-таки передачу ВИЧ-инфекции. Один из факторов. Между тем, насколько далеко продвинулась наука в поисках лекарства от СПИДа? Когда уже появится наконец-то вот та таблетка? Все страны работают над этой проблемой. Последние новости науки свидетельствуют о том, что и новосибирские ученые уже пришли к каким-то экспериментам относительно вакцины и относительно препаратов, которые могут остановить развитие вируса в организме. И американские ученые, и ученые Индии, и Англии. И на сегодняшний день почему нет эффективного способа для того, чтобы вывести вирус из организма или профилактировать его полностью? Это связано с изменчивостью вируса. Очень высоко изменчивый вирус, который приспосабливается очень быстро и к вакцинам, и к препаратам. Ну, вообще, примерно можно ожидать в ближайшее время появления такого лекарства? Ну, вот, литература говорит о том, что в ближайшие 20 лет мы, наверное, пока не получим вот такой замечательной волшебной таблетки от СПИДа. Поэтому на сегодняшний день еще раз напоминаем, что нужно знать, если ты знаешь, что ты вооружен, ты защищен, и оценивать свое поведение, понимать, какие ты шаги предпринимаешь для того, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией. Понятно. Ну, лекарства нет, но хорошо хоть терапия есть стоящая, хорошо хоть население становится более информированным. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была Лилия Дегтярева, руководитель городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Большое спасибо, что пришли. Всего доброго. Спасибо, что осветили эту замечательную тему. Всего доброго и телезрителям. Увидимся. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Редактор субтитров А.Семкин